Компания Brand Analytics. У нас сегодня потрясающий набор спикеров. Очень интересная предстоит тема. Эффективный анализ конкурентов. Мы рассчитываем уложиться в один час времени. Вопрос, который волнует всегда абсолютно всех. Будет ли запись? Конечно, запись. Она придет всем, кто зарегистрировался на вебинар, сразу после нашего вебинара. Буквально еще минутку ждем, пока подключаются коллеги. Да, нас видно и слышно. Здорово. Все отлично. Качество связи хорошее. Итак, кто же сегодня присутствует на нашей онлайн-дискуссии по анализу конкурентов? Интересная тема, и об этом сегодня поговорят Иван Федоров, руководитель направления по управлению репутацией СДЭК. Татьяна Котова, руководитель отдела мониторинга и аналитики МИП. Иван Фирков, бренд-директор образовательной платформы Нитология. Здравствуйте, Иван. Анна Евченко, руководитель отдела стратегического планирования компании Top Face Media. Модерирую дискуссию. Василий Черный, директор по коммуникациям компании Brand Analytics. Уважаемая аудитория, если у вас будут вопросы, не стесняйтесь направлять их к нам в чат. Меня зовут Ирина еще раз. Я буду адресовать их вопросы в чате и адресовать их нашей аудитории. Не терпится уже перейти к вебинару непосредственно, поэтому, Василий, передаю вам слово как модератору и человеку, эксперту, который направит сегодняшнюю дискуссию. Ирина, спасибо большое. Коллеги, кто сегодня к нам смог присоединиться, с числа спикеров, рады всех очень видеть, но и с числа слушателей, конечно, тоже. Смотрите, я думаю, что ни у кого не вызывает вопрос. Мы все слышим, что конкурентный анализ – это то, без чего нельзя жить. Это мы как бы понимаем, вроде бы. И мало того, мы как компания бренд-анализ, которая, собственно, работает на рынке анализа социальных медиа, всегда рассказывает, что конкурентный анализ – это одно из преимуществ нашей технологии, поскольку не так уж много вариантов анализировать конкурентов. И вот это такие как бы красивые слоганы, без конкурентного анализа нельзя, социальные медиа позволяют делать его отлично, в разумные сроки, в разумные деньги и так далее, и так далее. Вопрос, насколько это соответствует реальности. Возможно, наши коллеги и партнеры, которые сегодня выскажутся, видят ситуацию нескреначе, используют совсем другие методы для совсем разных срезов конкурентного анализа и так далее. Поэтому мы решили, что надо все-таки прощупать эти тезисы на практике, насколько они соответствуют реальной нашей бизнес-жизни. Вот, коллеги, спасибо, что присоединились. Анна, Иван, Татьяна, Иван. Ну, давайте, значит, нас немного, поэтому мы можем, вы спрашивали, можно ли там перебивать или еще что-то. Ну, в общем, давайте жить достаточно свободно. Если очень хочется что-то сказать, давайте говорить, что делать. Вот, давайте мы начнем с самого понятного вопроса. Его обойти все-таки нельзя. Зачем же, как вам кажется, как вы в своей жизни это видите? Зачем анализировать конкурентов? В каких ситуациях вы вспоминаете, что вам нужен конкурентный анализ и обращаетесь к одному из методов? Запускаете ли вы новые продукты? Выходите ли вы в новую страну, да, то есть на новый рынок или вообще в новую нишу, если вы увидели какие-то новые тренды? В общем, хочется как бы начать от печки, как вы видите, насколько для нас, для всех, важен конкурентный анализ, когда вы о нем вспоминаете и что вы с ним делаете? Только сразу все не рассказывайте, поскольку у нас там еще масса вопросов. Давайте просто начнем по чуть-чуть для затравки. Кто начнет? Давайте я. Кто готов? Я готов. Все готовы. А, это можно, знаете, конкуренцию устраивать, как бы, кому первому слово. Хорошо, все, Иван. Значит, напомню, что Иван бренд-директор нетологии. Вот очень классно, потому что у нас есть бренд-директор, у нас есть директор по стратегическому развитию, у нас есть руководитель направления репутации, у нас есть руководитель аналитики. И эти все направления, так или иначе, имеют отношение к нашей сегодняшней дискуссии. Вот, бренд-директор нетологии, Иван. Да, мы на самом деле, кажется, не то чтобы когда-то вспоминаем про конкурентов, мы живем с ними, думаем про них постоянно, все время, и кажется, что в какой-то момент большая часть, ну, не большая, но очень солидная часть нашей работы, она заключается в том, чтобы смотреть на то, что делают конкуренты, соответственно, и как-то быть с ними. У нас, на самом деле, самая большая, наверное, потребность, она сформирована рынком, мы смотрим на конкурентов, потому что в онлайн-образовании, в техе, в принципе, очень такая тонкая грань размытия, наверное, между пониманием, чем каждый из онлайн-платформ сильно отличается друг от друга, и поэтому любые действия, которые конкуренты делают, это неважно, это соцсети, это запуск рекламной кампании или какой-то выход у большого блогера, мы отслеживаем и мониторим. Потому что из-за этих крупиц как раз складывается восприятие бренда и позволяет нам понимать, где мы, где конкуренты, идем ли мы вместе с ними, параллельно, или, например, мы сильно отстали. Да, ну, соответственно, это вообще наша жизнь, она в том числе строится на мониторинге конкурентов перманентно. Спасибо, Иван, большое. Не буду сейчас пытать про детали, мы обязательно к этому вернемся. Кто еще готов высказаться? Иван, со стороны логистики, да, со стороны репетиционщика, ну, вообще мы тоже, тут Иван уже все сказал, все что только возможно, мне кажется, но в целом мы смотрим точно так же постоянно. Нельзя без конкурентного анализа выпускать новые продукты, нельзя выпускать, я не знаю, пресс-релизы, нельзя, ну, фактически нужно смотреть на то, что делают конкуренты, смотреть на инфополе вокруг конкурентов, то есть смотреть какие-то смежные области, и на основе этого мы можем делать выводы, что публиковать, на какие продукты смотреть, ну, и так далее, и так далее. Тут, на самом деле, очень далеко могу сейчас уйти, поэтому я так вот на это. А у меня, вот я и Ивана хотел спросить, и вот все-таки и тебя тогда спрошу, вот Иван, бренд-директор, ты руководитель направления репутации, вообще все отделы в компании занимаются конкурентным анализом, или так повезло нам, что вот металлогией бренд-директора занимается, а здесь главный репетиционщик? У вас просто тусовка, вот вы все-все-все в компании занимаетесь конкурентным анализом, ну, собственно говоря. Кажется, кажется, что нет, есть подразделения, у которых есть данные, и, ну, принимать решения на основе каких-то данных, и даже не каких-то уже подтвержденных, наверное, правильно. Если будут все заниматься конкурентным анализом, и так говорить, ой, я там у конкурентов увидел, то вот это все, это будет не совсем системно и не совсем правильно. С точки зрения аналитики, как фундаментальные, там, я говорю и про стандартные методы исследований и все прочее, и аналитику соцмедиа, вместе они дают очень хороший результат, куда посмотреть, вырабатывают вектор, который помогает развиваться компанией в дальнейшем. Иван, спасибо большое, я прокомментирую, мы с Иваном знакомы очень давно, Иван редко меняет место работы. Потому что на каждом месте работы он, как бы, маниакально реализует дата-драйвинг подход и, как бы, принуждает, вот, действительно, все отделы компании использовать его данные для принятия определенных решений. Вот, и в этом смысле, вот, его слова полностью соответствуют реальности. Ну, слушать, правда. Про аналитологию прокомментирую, что, ну, мы, наверное, все с вами знаем, насколько высока конкуренция сейчас в техе. Аналитология один из самых, как бы, ну, древних плохое слово, один из самых, так сказать, первых, первооткрывателей, вообще говоря, и офлайн образования, да, для специалистов, и потом онлайн тех, вот. И, несмотря на то, что там очень высокая сейчас конкуренция, большие деньги вливаются, и, как бы, аналитология остается на сильных позициях. Поэтому, действительно, как бы, очень интересно, как аналитология действует в этой ситуации. Мы, например, для себя, ну, сейчас многие компании занимаются онлайн-курсами, работают с платформами. Вот мы, значит, регулярно задаем себе вопрос, а вот из этого множества платформ, где сейчас правильно быть, где размещать курсы, где наиболее вовлеченная аудитория и так далее, и так далее. Я вам скажу этот вопрос, действительно, очень непростой. То есть, естественно, мы, как потребители, тоже делаем такой конкурентный анализ, и это весьма очень интересно. Так, Татьяна, Анна. Так, у нас мужчины прошли вперед. Татьяна, уступить вам? У меня только вылетело, я немножко вылетела. А, тогда, если можно, Анна, давайте, если есть. Да, давайте. Я думаю, что имеет место добавить с агентской точки зрения, потому что мы работаем с десятками и сотнями клиентов, которые прямо сейчас в бренд-аналитиксе мониторят своих конкурентов. У нас прямо сейчас сидит проектный отдел, который перманентно занимается тегированием, чисткой, анализом этих упоминаний, подготовкой там и ежедневных, и еженедельных дайджестов нашим клиентам, нашим компаниям, что у них происходит, собственно говоря, в конкурентном инфополе. И клиенты к нам приходят совершенно разные, начиная от крупных бизнесов, которые уже являются лидерами рынка, но хотят развиваться, но не понимают, куда, и пытаются найти новые сегменты аудитории. Тогда мы им проводим исследования и конкурентные, и рыночные, и все остальное, заканчивая небольшими компаниями, которые находятся только на первоначальных этапах и хотят понять, что это за рынок, как ведут себя конкуренты, как аудитория реагирует на действия конкурентов. И здесь как раз-таки в первую очередь, причем это самый экономичный способ с точки зрения других классических маркетинговых исследований, пойти в первую очередь в соцмедиа и смотреть, как аудитория ведет себя там. Ладно, спасибо огромное, спасибо. Татьяна? Меня слышно? Хотите ли что-то добавить? Да, если честно, я действительно хотела сказать, что мне кажется, что нужно разделять классический мониторинг, который, условно говоря, это послеживание за тем, что делают конкуренты постоянно, изо дня в день. Это очень нужная вещь, которая, ну, она просто необходима для того, чтобы оставаться в инфополе, как говорили мужчины, для того, чтобы держать руку на пульсе, для того, чтобы быть готовым среагировать на любую ситуацию. И большие конкурентные анализы, которые, вот эти аналитические исследования, которые проводятся, условно, там, раз в год, раз в квартал, для того, чтобы уже глобально посмотреть на рынок и сформировать именно стратегии развития на долгую перспективу. Вот. Все. Понятно. Татьяна, спасибо большое. Это действительно правда. Да, да. Вот наша позиция стоит в том, что мы, как бы, живем в потоке и анализировать надо все в динамике. Да, я согласна. Потому что все меняется постоянно и, как бы, статика, она, в общем, нас обманывает уже. Вот. Но и при этом, действительно, глубинные исследования тех трендов, которые не так быстро меняются, более инерционно, действительно, надо делать уже, там, раз в квартал, раз в полгода еще как-то. То есть, сочетать и то, и другое. Спасибо большое за добавление. Тогда идем дальше. Значит, мы вроде бы все согласились, что конкурентный анализ с нами сегодня, завтра и всегда. Вот. И, конечно, мы, как бы, ну, так уж получилось у нас выборка не случайная. Значит, все так или иначе затронули тему анализа социальных медиа. Нам, конечно, это очень приятно, но давайте следующим вопросом все-таки попробуем вспомнить. Вот скажите, какие методы, значит, конкурентного анализа так или иначе вы используете? Про анализ соц. медиа мы еще, там, может быть, внимательно и поговорим. А есть ли там, вот там, да даже анализ соц. медиа, используете ли его для свод-анализа? Вот, допустим, значит, есть и ПЕСТ-анализ. ПЕСТ-анализ – это анализ, собственно говоря, такой политической социального окружения, в котором работают бренды. Да, есть там метод Портера, это анализ, там, бизнеса. Вот, скажите, пожалуйста, есть там, ну, люди, понятно, что CJM строят для оптимизации, как бы, увеличения своих клиентов, но и в этом среде тоже часто сравнивается, насколько вы удачнее, чем другие, значит, ваши ниши привлекают клиентов. То есть средств может быть очень много, и методов анализа может быть много, ну, начиная банально с доли рынка и так далее. Вот скажите, вот какие методы вы используете, там, на постоянной основе или иногда для себя или для клиентов, поскольку вот Анна правильно напомнила нам, да, и Татьяна тоже, как представители агентств, которые работают с большим количеством компаний и клиентов и видят поляну очень широко. Вот, что там все, как бывает, все очень по-разному. Вот, может, в этот раз тогда, девушка, начну. Используете ли вы какие-то методы, которые, вот, я называл выше, там, SWOT, PES, Портер, CJM или еще что-то? Можно? Да. Мне кажется, что SWOT, это, наверное, один из самых популярных и любимых методов клиентов, и, на самом деле, он действительно очень часто используется, но он на чем базируется? На основе изучения данных, которые мы берем от вас, из СМИ и из открытых источников. То есть в любом случае, ну, по крайней мере, в моей работе основная база, это, на чем мы строим наш анализ, это переработка материалов, которые собраны из открытых источников. То есть это соцмедиа, в первую очередь, там живые мнения людей, это классические медиа, как, ну, наверное, такой столб, всем нам знакомый, и открытые источники информации исключительно для сбора данных вне, которые мы можем не найти. Но так или иначе, все те анализы, которые вы назвали, они базируются на том, что вы делаете. Это, спасибо большое, Татьяна, это если говорить про источник данных, да, вот метод, он может применяться, к ним разный, мы тоже чаще всего сами сталкиваемся со свотом, и, наверное, с ИДЖМ, больше всего. Вот, ну, вот, может быть, еще у коллеги выскажется, Анна, какой у вас опыт? Да, естественно, мы тоже базируемся на соцмедиа, на анализе классических СМИ. Мы часто используем это для анализа сбора первичных гипотезий. Коллеги, Анну, слышно? Пропало. Так. У меня потерялось. Я... Да, вот сейчас все слышим, Анна, все слышим. Прошу прощения, вот так... Мы не слышали еще содержание. Что-то такое хорошее хотела сказать и выбило, видимо, недостаточно хорошее. И мысль потерялась, коллеги. Я вот уже его... Ничего страшного, тогда сейчас мужчины подстрахуются. Да, давайте, мужчины, подстрахуйте. Кто там у нас? Ну, давайте, только ты говори, какой Иван. Ну, раз я уже начал, да, раз я уже начал, видимо, тогда и расскажу, что делаем мы конкретно. Ну, у нас есть, в принципе, как опросные методы, так и кабинетка. У нас есть экспертные интервью, у нас есть, ну, и стандартные анализы объема рынка, там, анализ прибыли продуктов наших конкурентов. Ну, это все естественно, это есть, наверное, у всех. Вот. И мы сочетаем эти методы с тем, что мы делаем в аналитике соцмедиа. Ну, то есть, помимо вот этих фундаментальных исследований, мы очень хорошо и постоянно смотрим на аналитику соцмедиа. Мы, например, постоянно мониторим инфополе, то есть, все СМИ, которые есть у конкурентов и рядом сфер. То есть, мы смотрим, допустим, не только логистические компании, мы смотрим маркетплейсы, например, и так далее. Вот. Мы смотрим, что наши коллеги выпускают, что они делают, какие атрибуты они продвигают. И это очень хорошо, в этом очень хорошо помогает аналитика соцмедиа. Мы постоянно выпускаем обзоры внутри компании, обзоры СМИ, которые помогают коллегам быть в общем инфополе, и понимать, что, ну, где находятся вообще принципы конкурента. В целом, мы делаем анализ сегментов, мы анализируем знания, то есть, там, емкость воронки, например, замеряем воронку. И, ну, это все помогает нам тут с точки зрения, в том числе, R&D. Мы смотрим соцмедиа конкурентов. Но вот здесь мы только в начале пути, потому что моя вот такая вот сейчас мечта, мы постепенно в СДЭКе развиваем аналитику, она не стоит на месте. Мы, помимо СМИ, хотим собирать все соцмедиа. Пока собираем не все, но сравнивать уже даже по тематикам, которые выделяют, то есть, которые мы будем выделять, когда будем собирать большинство игроков рынка, мы сможем понимать, на каком месте находятся наши продукты, как относится аудитория в моменте. То есть, это те данные, которые хорошо смотреть историю этих данных, смотреть ретроспективу и хорошо смотреть то, что есть на текущий момент. Это все можно вывести в дешборды, это можно смотреть вот прямо сейчас. И, допустим, фундаментальные какие-то исследования, они могут помочь выбрать вектор, потому что, когда ты собираешь всех конкурентов, тебе нужно понять, а на что ты будешь смотреть, потому что данных просто огромное количество, это миллионы сообщений в месяц. И правильно, то есть, вот такие фундаментальные исследования помогают, какую нишу рынка в данном случае нужно проанализировать, как там строятся продукты, как они развиваются у конкурентов. И если, допустим, у нас есть каких-то исследований фундаментальных, то что вот конкуренты делают вот что-то вот в этой сфере, а тут самый важный момент, я, наверное, вперед сейчас просто забегаю, сори, вот, самый важный момент, то есть, они-то могут это делать, а как аудитория на это реагирует? Вот чаще всего фундаментальных исследований, вот это есть небольшой минус, когда нельзя вот сразу наложить текущую ситуацию на это. И вот по реакции аудитории можно уже понять, насколько успешно конкурент в текущий момент двигает свой продукт. Вот, ну вот мы вот делаем вот это все, и это здесь разные методы, они дополняют себя, то есть, ну, свод, анализы и все прочее, то, что ты говоришь, Вася, это все, естественно, тоже используется. Иван, спасибо большое. Как раз, да, вспомнил свою мысль, которую, собственно говоря, Иван и проговорил, потому что мы, в принципе, действуем примерно по похожему сценарию, мы, в частности, используем такой social listening, анализ ретроспективных данных для выявления каких-то первичных гипотез, то есть понять, что примерно сейчас происходит у конкурентов. И далее, чтобы понять, какая из этих гипотез больше подходит именно нам, вот, мы запускаем как исследование внутренней компании, то есть внутренние аудиты, так и анкетирование их, допустим, текущей аудитории, чтобы анализировать, насколько она совпадает, там, с аудиторией конкурентов. В общем, мне кажется, сейчас мы настолько, маркетинг, в принципе, немножко настолько трансформировался, что конкретных, там, книжных таких исследований, они не проходят, они являются конструктором всех инструментов, всех возможных вариаций в зависимости от цели полагания. Вот, собственно говоря, Иван то же самое и сказал практически. Ну, это же прекрасно, что у нас схожие опыты, значит, наши коллеги, которые нас слушают, наверное, прислушиваются к этому опыту. Отлично. Значит, ну вот, да, мы чаще всего употребляем в нашем сейчас разговоре анализ социальных медиа. Значит, давайте, чтобы перед тем, как к этому чуть плотнее перейти, все-таки давайте для себя, как бы, на всякий случай, для коллег, напомним. Значит, я услышал, что опросные методы вы используете тоже. Ну, например, на этапе телепроверки, там, гипотез. Правильно я понял? Ага. Хорошо. Значит, кабинетные исследования кто-нибудь использует? Да, да, конечно, мы используем. Используйте. Ну, отлично. Ну, хорошо. Понятно. То есть, тут тогда просто мы, да, немножко про метки поговорили и немножко перешли сразу к данным и к инструментам. Хорошо. Вот тут такая, как бы, история. Немножко я от себя добавлю. Последние два года очень ярко звучит вот то, что сейчас вы тоже озвучили. Это тема совместного использования для анализа данных разной природы. Действительно, позиционирование анализа социальных медиа, значит, таково, что, как источник инсайтов и гипотез, это многими призвано один из наиболее, как бы, правильных, быстрых, разумных по ресурсам вот источников, как бы, формирования гипотез. То есть, качественных данных. Да? Качественных. Вот. И, как правило, действительно, это разведывательное исследование. И дальше оно, как правило, переводится в количество за счет перепроверки разными другими методами. Более классическими опросами и еще что. Потому что бизнес не всегда еще доверяет количественной стороне, которая формируется в наличии социальных медиа, но очень любит уже качественные сайты. Вот. Соответственно, ну, например, там, вот у нас на следующей неделе будет конференция совместная с традиционным центром правительства, значит, по обратной связи от граждан, современным методом и так далее. Там, в апреле, чуть позже, будет еще форум у нас, как аналитики соцмеди помогают предпринять решения для решения задач государства. И в том году был шикарный доклад, как раз, от политического центра, где они рассказывали, вот, таймлайн раз показывали, где у них возникают гипотезы и через какие методы они их перепроверяют для принятия, для рекомендаций правительства принятия методов решений. Через транзакционные, через, там, госуслуги, через все что угодно. То есть они выявляют какие-то социальные проблемы, через какие-то совершенно другие статистические данные их подтверждают или не подтверждают, и дальше уже формируют какие-то рекомендации правительства. В общем, вот такая цепочка действительно сложилась, можно это констатировать. Спасибо большое. Тогда давайте мы перейдем уже чуть-чуть больше к тому, что сами чаще употребляем, но делаем вид, что это не главная наша задача. Аналитик социальных тем. Значит, мы согласились вроде бы с тем, что это действительно очень удобный метод для конкуренционного анализа. А почему? Почему это удобный метод для конкуренционного анализа? Это же живые мнения людей, которые можно взять просто из базы. Это правда. Таким же успехом можно его использовать для продуктового анализа, потому что это живые мнения, и они нам расскажут о продукте. А для конкурентного именно? Конкурентный анализ можно тоже продуктовым, понятно, что продукт мы делаем в конкурентном поле. У нас будет конкурентный продукт. Но это правда. Да. Ну, тут важно вот что отметить, что если вы, так сказать, ведете свой бизнес, вы про свой бизнес знаете все. Узнаете свои обороты, знаете ресурсы, результаты, все что угодно. Знаете, сколько вы вложили в закламные компании. Ну, все знаете. А про конкурентов вы таких данных не имеете. Вот. И, соответственно, есть очень мало методов, которые позволяют как бы что-то узнать про конкурентов. Ну, есть, например, классическая там много лет существующая Нильсеновская панель. Нильсен там имеет договора со всем ритейлом, значит, и, соответственно, те, кто не подписан на эту панель, имеют как бы картину продаж. Ну, условно, да. Там у Ипсиса есть панель потребителей, соответственно, из этой панели можно примерно понять то, что потребляет и какие есть тренды. То есть какие-то решения есть, но их очень мало. Они довольно дорогие. Они не то чтобы показывают динамику. Вот. А в стальных медиа прелесть состоит в том, что мы с вами анализируем публичные данные, которые примерно в одинаковом виде есть как про вас, так и про конкурентов. Данные про продажи нам никто про конкурентов скажет. Выручка в спарке, там с опозданием в год, вы узнаете. Но это не то чтобы очень много как бы информации для размышлений. Вот, поэтому почему мы говорим, что анализ стальных медиа весьма коров в индустрии анализа, потому что вы про конкуренты видите все то же самое, что про себя. Я бы тут еще добавила, что очень важна скорость. По крайней мере, это то, зачем к нам приходят клиенты. Потому что любые другие классические исследования проводить всегда, мало того, что дорого, но дороже, это очень долго. И это очень много человека часов, человека ресурсов. Да, здесь тоже необходимо очень много человека часов, потому что все равно нужно перепроверять тональность, нужно тегировать, потому что каждое упоминание может влиять даже в рамках большой базы данных, оно все равно может влиять, это важно, потому что мы ищем инсайт, нам не важна статистика, если она не чистая, не почищенная. Вот, поэтому клиенты в основном у нас приходят, и мы сами проводим собственные исследования, как раз-таки для скорости, для принятия решений здесь и сейчас, для отслеживания эффективности решений здесь и сейчас. Поэтому, да, это один из, мне кажется, главных аргументов, который может быть здесь. Я не знаю, как и в других отраслях, но, например, мы внутри точно понимаем, что мы можем все-таки конкурентов смотреть и делаем это на достаточно короткой дистанции. Ну, то есть там есть отраслевые рейтинги, где мы, конкуренты тех, например, игроки, все публикуют свою выручку по месяцам, и мы можем смотреть динамику, да, то есть как, кто, сколько денег заработал потенциально, и, соответственно, дальше мы можем накладывать это на, там, те или иные тренды, которые были в течение месяца. Там это касается и, там, мониторинга социальных медиа, и мониторинга продаж, запуска продуктов, лончей и так далее. И здесь важен очень категорийный, ну, там, бенчмаркинг, который мы используем для того, чтобы как раз понимать, куда, там, куда стоит идти, насколько мы отклоняемся друг от друга. Но, мне кажется, у нас просто, именно у нас тот кейс, когда аналитика по конкурентам, она отдельно строится в каждом направлении, в каждом отдельно. То есть мы четко понимаем, что у нас отдельно анализируют конкуренты в продажах, отдельно в продукте, отдельно в маркетинге, да. И потом мы делаем, соответственно, какие-то общие выводы синергетичные, которые позволяют нам, там, в каждом своем направлении что-то запускать. Но лично для нас, например, социальные медиа, они позволяют с точки зрения анализа конкурентов понимать ту самую важную коммуникационную тональность, потому что у нас достаточно высокий средний человек, люди достаточно долго и принимают решения для того, чтобы пойти учиться. и тональность, которая относится к конкурентам и к нам, она очень важна, и поэтому мы на нее обращаем внимание, в первую очередь. Даже не на объем, например, информации, которая размещается, а на то, как триггеры и комментарии, они работают. Понятно. То есть вы для себя в качестве одного из ключевых показателей и видели некую лояльность аудитории по отношению к вашему бренду. Вот. Ну, собственно, ты бренд-директор, и как бы... То есть разрезы вас интересуют разные. То есть вот ты сказал про категорийный бенчмаркинг. Это вот ты что имел в виду? Можешь рассказать чуть подробнее? Да, я имею в виду, что у нас мы работаем вообще с бенчмаркингом. То есть мы смотрим на те бенчи, которые есть. Например, у меня в мою команду входит ребята, которые занимаются... Так, Иван зависит только у меня или у нас у всех? У всех у нас. У всех, думаю, сейчас вернется все-таки. Чуть-чуть ждем еще. Иван. Жалко. Вот уже как бы наблюдается традиция. На чем-то интересном интернет зависает. Иван, извини, пожалуйста, мы тогда сейчас немножко как бы подхватим. Кто готов продолжить, подхватить? Ну, уступлю, да. Иван, подхватывайте Ивана. Уступаю. Давай. Не, не, окей. А вот Иван, кстати, вернулся. Вот пока мы попросили, кто подхватит. Так, Иван, мы не осмелились, не осмелились. Никто не осмелился тебя прервать. Сейчас ждали, как ты вернешься. Вот ты говорил, что вы работаете по бенчам, и на этом ушел тишину. Да, возможно, мне не стоит про это говорить, но я все-таки скажу. В общем, да, работая по бенчам, и для нас очень важно, так как у меня, например, в отделе есть команда серма, которая работает с отзывами, мы по каждой платформе, по каждой площадке, по каждому блоку мы ставим бенчмарк, который нам важен, который мы хотим достигать, или который мы задаем рынку. Мы делаем это во всех каналах. То есть мы это делаем в соцсетях, категоризируем это в отзывных площадках, мы это, не знаю, в видеохостингах с этим работаем, в ТВ-компаниях, в брендовом знании и так далее. То есть у нас за каждым из нас, за каждым конкурентом, за каждым каналом коммуникации у нас закреплен определенный бенчмарк, и мы стараемся его достигать. И как раз мониторинг позволяет нам понимать, где мы относительно этого бенчмарка, сколько нам нужно приложить усилий, и вообще нужно ли нам его прилагать для того, чтобы его достигнуть. – Прекрасно. Готов ли кто-то поделиться каким-то примером, или своего клиента, или собственным применением? Все-таки конкуренциональный анализ, давайте приходить уже, может быть, с большей практикой. Вот Иван уже поделился. Это здорово. То есть вы смотрите, насколько эффективна коммуникация у ваших конкурентов, и имеете свои ключи, что у вас должно быть не хуже или лучше, чем вот это вот. Очень логично, очень понятно, очень конкурентный рынок, очень сложный и понятна ваша стратегия. Кто-то еще готов поделиться какими-то примерами, как у вас это происходит? – Ну, я могу. Или Анна вперед все-таки. – Давайте мы девушек, которые вы спросим. – Да. – Да, хорошо. Я могу рассказать про, на самом деле, один из моих самых любимых кейсов, который у нас был. Это формирование бренд-платформы для… Так, как бы слишком специфическая область, чтобы за-индеить ее. В общем, e-commerce в фарм-сфере, назовем это таким образом примерно. Marketplace, заточенный под фарму, допустим. Тоже область относительно новая, но уже конкурентная, уже вышли достаточно большие игроки, и ОТП найти достаточно тяжело. И клиент пришел к нам как раз-таки за этим, то есть сформировать бренд-платформу и понять, как, собственно говоря, отстроиться от конкурентов. И мы, собственно говоря, пошли делать конкурентный анализ с этой задачей. Мы посмотрели, как ведут себя конкуренты, как они ведут соцсети, какой у них тов, как они общаются, как на это реагирует аудитория. И если нам было самое интересное, есть ли проактивная аудитория, то есть не только реактивная, но и проактивная аудитория. И через это мы в том числе выстроили портрет потенциальной аудитории, потому что когда это совершенно новый продукт, один из самых простых, собственно говоря, способов узнать, кто твоя аудитория, это посмотреть, кто аудитория твоих конкурентов или тех, кого ты считаешь своими конкурентами. И тем самым нам удалось и портрет выстроить, и далее помочь им с формированием УТП, исключая, скажем так, все остальное, и целую бренд-платформу, собственно говоря, выстроить дальнейший план коммуникационной стратегии. Это проект, который реализовался? Да. Мы надеемся, он был успешным? Да, конечно, конечно. Ну, это прекрасно, это здорово. То есть я так понимаю, что здесь довольно большой цикл, выход на новый рынок, и, как ты сказала, начиная с УТП и кончая коммуникациями. Вот. Ну, кто-то еще расскажет такие же интересные примеры. Татьяна? Как меня слышно? Ну, на самом деле, действительно, аналитика аудитории конкурентов – это один из очень неплохих методов. я поддержу Анну и скажу, что мы тоже им пользуемся в своей работе. Вы знаете, вот так вот вспомнить интересный кейс, я сейчас подумаю. С ходу не могу ничего вспомнить. Можно виртуально. Ну, как бы, то есть не конкретные бренды, а вот какая-то практика, которая, как тебе кажется, наиболее часто у вас используется. Какие запросы, например? А вот механизм-партнеры – это крупнейшие какие-то, если не крупнейшие… Крупнейшие, да. Огромные истории. То есть у вас через ваши руки проходим… Проходим мы все… В этом большая проблема вспомнить кейсы, да. Именно из-за этого, мне кажется. Потому что у меня спрашивают, что самое интересное или что самое сложное. Я честно пыталась вспомнить и, наверное, не смогла. Мне кажется, самое интересное – это… Вы знаете, у меня почему-то тоже вспоминается фарма, наверное, потому что про фарму сказали, когда конкурентный анализ заключается не только в том, что конкуренты… Как конкуренты выглядят на рынке, но и что они делают друг против друга, когда идет война между вот этими фармкомпаниями. И мы анализировали по соцмедиа не только то, как каждый выглядит, а то, что каждый из них потенциально, мы можем предполагать, делает для того, чтобы утопить другого. И вот у нас был целый год работы вот в этой сфере. Это было очень необычное… Как бы необычная составляющая аналитики. То есть мы прогнозировали, какой ход сделают конкуренты для того, чтобы навредить нам, а что могут сделать компании, которые лояльны для того, чтобы, значит, навредить конкурентам, потому что была очень жесткая борьба, очень спокойное время. И, наверное, вот. Очень хорошо, что ты не вспомнила конкретные бренды, потому что зачем? А я их не знаю. Нет, я просто же… Я эту ситуацию моделирую. Это не фармкомпания. То есть я… Понятно. Да, я просто говорю об опыте. На фарме это проще сказать, как Анна сказала. Я переняла у нее слово «фарма», а так это не про ту отрасль. Просто сам факт, что помимо конкурентного анализа можно заниматься еще прогнозированием, что кто сделает твоему любимому, обожаемому и холлиему тобой бренду. Это тоже интересный опыт. Очень здорово. Я вот не то, чтобы не догадывался, но не думал, что это такой тренд, что люди, в общем, действительно всерьез за этим следят. Не только за позитивными шагами конкурентов, но и за негативными. Спасибо большое, что про это сказал. Ну, вот, кстати, последние два года, несмотря на непростые времена, в которых мы живем, мы часто слышим от бизнеса, что, в общем, это новые возможности, переделы рынка российского, российского бизнеса, действительно, так сказать, он сейчас активизировался весьма, да, занимает вишек, из которых там, может, западные бренды ушли, или там договариваются о том, что подхватывает западный бизнес и так далее, и так далее. Вот. Чувствуете ли вы обострение конкуренции, ну, например, между российскими, как бы, брендами вот эти последние два года и действительно увеличение интереса именно к конкурентному анализу? Есть ли такое? Или нет? Ну, у меня есть интересный кейс. Он не совсем, я бы так сказала, он частично связан с последними двумя годами, потому что около полугода назад в одной из сфер, в одной из сфер, в общем, произошел инфоповод, который повлиял на весь сегмент этого рынка. И к нам пришел клиент относительно недавно и сказал, что вот случилось вот это, далее у нас у всех упали продажи, у всего сегмента рынка, а потом я узнала там через 3, 4, 5, 10 лица, что у моего конкурента спустя пару месяцев начала расти прибыль. У меня нет, у него растет. И он не мог понять, что такое. Потому что он так посмотрел, его отдел маркетинга сидит, говорит, ну, мы смотрим, ничего особенного они не делают. И мы как раз-таки сейчас, в том числе с помощью бренд-аналитикс, занимаемся изучением, чтобы понять в рамках ретроспективного анализа еще ряд инструментов. Мы взяли сам этот бренд, этого конкурента, от которого там получил клиент-инсайдерскую информацию, и еще несколько брендов из этого сегмента, чтобы понять, ну, просто сравнительный анализ, что-то, что там было, чтобы это могло повлиять, то есть либо что-то клиент делает неправильно, либо что-то особенно делает его конкурент. То есть это такой, скорее, как антикризисный менеджмент, который когда-то они сделали, возможно, неверно, и сейчас хотят исправить. — Очень здорово. Спасибо. Ну, смотрите, мы, значит, сегодня уже несколько раз говорили о том, что в области коммуникационной стратегии очень важен, как бы, конкурентный анализ, да, Иван про это тоже говорил, да, значит, говорили о позиционировании на рынке. Вот, собственно, Иван наговорил и про УТП, и, да, про исследование аудитории конкурентов для формирования УТП, да, то есть фактически это продуктовый конкурентный анализ, ну, в каком-то смысле, да. Вот, там упоминали, может быть, конкуренции брендов. Вот, все-таки, как вам кажется, что наиболее востребовано, то есть анализ продуктов сравнительный, или там действительно функционных стратегий, рекламных компаний, там, может быть, что-то еще, вот наиболее востребовано и наиболее эффективен конкурентный анализ, используя социальные медиа, он в какой области, как вам кажется. Вот вообще must have, вот просто вот вообще. Или так действительно получается, что поскольку мы все говорим в основном все-таки о бизнесе B2C, и везде все-таки адресат бизнеса – это клиент, который так или иначе присутствует в соцсетях, то, в общем, собирая там картину, в целом вы потом режете ее на разные срезы и в целом работаете вот по всем, и продуктовым, и коммуниционным, и там, вот по всем срезам. Там, HR, например, я не знаю, занимаетесь ли вы сравнением там HR брендов, да, ну и так далее. Вот, то есть какие, где наиболее эффективно, что наиболее часто у вас спрашивают, как ваши руководители, как и внешние клиенты. Ну, могу я начать. Вот кто для себя. Да, ну, по сути, ну, самое основное, вот для меня лично, как для репутационщика, это в первую очередь продуктовка. Ну, то есть нужно смотреть, да, у кого какие продукты, как их воспринимает аудитория, и смотреть на то, какие проблемы есть. Это очень удобно сравнивать свои продукты с продуктами конкурентов, чтобы показать о том, что, ребята, у нас есть проблема вот в этом продукте, и что он, ну, то есть, допустим, наши пользователи, в целом, допустим, потенциальные даже пользователи, они привыкли к другому уровню, допустим, обслуживания, к другому UX-у или к чему-то еще такому. И на примере конкурентов легче объяснить даже, ну, потому что все понимают, что какой-то, допустим, определенный негативный фон есть по любому продукту у любого бренда. И чтобы отделить вот этот фон от того, что, допустим, есть у конкурентов, и у них лучше этот продукт выглядит, и какие, самое главное, нужно сделать изменения для того, чтобы исправить свой продукт, чтобы он стал лучше, чем у конкурентов, вот это, на самом деле, дает очень хорошо аналитика соцмедиа. Плюс, ну, можно привести такой пример, допустим, если оценивается ценовая политика различных брендов, ну, оценивается ценовая политика конкурентов, то, опять же, ну, с одной стороны, можно сразу смотреть, сколько там, что стоит у конкурентов, и делать примерно такие же, там, допустим, цены и так далее. Ну, конкурентные. Либо можно посмотреть, к чему это приводит конкурентов, и что они теряют при этом, или наоборот, может быть, можно где-то и поднять стоимость, там, или еще что-то, в зависимости от тенденции на рынке. И вот здесь тоже очень важный момент, потому что аудитория здесь может как раз подсказать, стоит ли это делать, или наоборот, нужно все менять, нужно посмотреть на какие-то другие варианты решения и какие-то определенные проблемы. Ну, вот, как пример могу вот это привести. Еще, допустим, с ССМРщиками, ну, то есть, вообще может в сторону идти. Допустим, мы так думали, что некоторые из наших коллег иногда, ну, подсматривают идеи постов, там, и так далее. Сделали дашборд большой, с большим количеством конкурентов. Посмотрели, а да. Вот, ну, то есть, и мы можем ориентироваться, можем смотреть, у кого побольше рилсов, у кого больше, там, каких-то еще историй, кто, как, там, реализует свою СММ-стратегию. Это тоже классно, потому что, ну, благодаря этому СММщики прям видят, чего не хватает, что нужно улучшить. Ну, то есть, здесь можно вот несколько вот таких вот разных вариантов применить. Ну, естественно, продуктовка, наверное, на первом месте, ну, лично для меня. Все остальное уже дополнение. Разовые какие-то истории. А, еще. А, извините, прости, да. Анализ событий. Ну, то есть, самая важная штука – это анализ событий. Я при ней как-то забыл, потому что я постоянно делаю. Ну, то есть, любое событие у конкурента, важное для отрасли, или что-то еще, оно, ну, его нужно изучать, смотреть, как на него люди реагируют и все прочее. Мы этим и занимаемся. Ну, то есть, тоже вот прям одно из горящих, прям, основных действий, которые мы делаем. События – это какие-то новые? Это новый продукт, там, я не знаю, кризис у конкурента. Ну, то есть, здесь… К этому делать все довольствие, да? Ну, в смысле, как, что ты подразумеваешь, что делать с удовольствием? Вань, я просто… А, хорошо. Нормально. Конечно, с удовольствием. Я тут. Спасибо, Вань, большое. Иван? Да, я на самом деле хотел здесь сказать, что мы, помимо прочего всего, что уже было сказано, мне кажется, для нас очень важно, что мы пытаемся найти какие-то как раз очень узкие места, и мы пытаемся находить что-то, что выбивается, наверное, из общего тренда. Например, мы используем мониторинг, там, соц.медиа, когда смотрим. Мы, углубившись туда, начали различать, в общем, активность ботов. Для нас это очень круто позволяет. Мы видим, как, например, в каком-то канале при запуске какого-то поста или выхода у блогера, или каких-то, ну, там, точных активностях, мы начали замечать, прибегают боты, например, да, и это реальные пользователи, это живые люди, или это какая-то бот-активность, и мы вообще можем на это не обращать внимания. У нас есть кризисные кейсы, например, в которых мы приходим, видим, что на наш канал, например, начинает приходить очень большое количество людей подписываться, ставить какие-то комментарии, да, или что-то писать. И благодаря как раз мониторингу мы видим, что это какая-то точечная, там, всплеск, да, активность, которая, там, не знаю, была в одну минуту, в 10 минут, и мы можем понимать, нужно нам принимать какое-то решение, нужно ли нам как-то отвечать, это отключаться или нет, можем ли нам что-то сделать. И также мы, ну, там, периодически смотрим за конкурентами, видим у них такую же активность, включается эта история или нет. Нынешняя она или там внутренняя, строим какие-то гипотезы и понимаем, дает это что-то конкурентам, да, например, в моменте, или нам, и вообще с какой стороны потенциально пытаемся рассмотреть эти боты могли прийти. Это естественные какие-то боты или это боты, которые там купили для того, чтобы погасить или, наоборот, разжечь какой-то кризис коммуникационный. Мы вот пытаемся в такие нюансные вещи уходить. Я бы тут еще добавила… Спасибо, Иван. Да, спасибо, Иван. Просто у нас есть тоже один из моих любимых проектов. Это сетевой бренд. У них сотни, наверное, точно магазинов и представительств по всей России. И, естественно, они постоянно хотят расширяться, мониторить их текущую ситуацию, что у них происходит, и мониторить конкурентов. И мы занимаемся тем, что мы рассматриваем каждый регион в отдельности. Это очень удобно делать в том числе в БА, в Бранд Аналитиксе. Тем самым мы можем сказать, что, грубо говоря, идите вот сюда, и там, не знаю, в Московскую область. В Московской области негативят, что очень мало магазинов, в том числе у конкурента. Или у конкурента этот магазин очень долгое время плохо работает. Соответственно, вы выйдете на уже готовую аудиторию, у которой есть потребность. То есть мы и сочетали потребность, и сочетали, в том числе, портрет аудитории, и сразу можем назвать там конкретно регион. Чуть ли не там адрес нет, но хотя бы регион. И клиенты этим пользуются, и мы так работаем уже на протяжении, наверное, полутора лет точно. Именно прям активно, которые я знаю про этот проект. Анна, спасибо огромное. Я тоже хотел, но забыл спросить про географический разрез. Это прям вот очень понятная история, потому что, конечно, сетевое покрытие, оно у всех очень разное. И один из сайтов, именно куда идти, куда не дошли еще конкуренты. География у страны огромная. Для литейла там это просто, как бы, один из ключевых вопросов. Как бы, региональный съезд географический. Спасибо огромное. Значит, ну мы вот уже там всем напомнили, да, наверное, все услышали, что продуктовый, коммуникационный, конкурентный анализ, да, вот географический анализ лояльности, это то, что Иван говорил, да, потому что для многих брендов именно это важно при, значит, принятии клиентами решений, да, тех или иных, то есть фактически здоровье бренда в каком-то смысле, да, не то не здоровье бренда и так далее. Вот, один раз упомянули, я упомянул про HR. Есть ли у кого-то опыт в области HR-аналитики сравнительной? То есть насколько работные предложения, то есть и ваши, и вашего клиента, конкурентно, как бы, среди потенциальных, значит, кандидатов и сотрудников. Есть ли такой опыт? Или до HR пока еще не дошли? Ну, у нас. Так, не Иван, давайте Татьяну послушаем, давай. Ну, у нас был опыт и сравнение конкурентной способности в вакансии предлагаемых, и очень сильно помогает, конечно, HR-тек, который можно использовать. И плюс к всему мы анализируем и отзывы сотрудников отдельно от отзывов, то есть вычленяя отзывы сотрудников от отзывов потребителей. Это тоже очень удобно для крупных, особенно брендов и крупных компаний. Да, такой запрос, он есть, действует, работает. Прекрасно, Татьяна, спасибо большое, что подтвердили. Не Ваня, а кто-то еще? Ну, я не Ваня, поэтому, наверное, могу. Я почти, мне одной буквы не хватает. Я абсолютно, да, согласна с Татьяной. Мы тоже это используем постоянно, и на многих достаточно клиентах. Плюс мы еще строим EVP, Employer Journey Proposition, извините за мой English. Я больше по-казахски, чем по-английски могу говорить пока, но исправляю. И в рамках того, чтобы понять, как выстроить вот этот EVP, естественно, мы идем в том числе смотреть, что делают конкуренты, что про них пишут, и самый простой способ – это, во-первых, конечно, вакансии, но вакансии – это реклама все-таки. Это ИТ-вотзывы. Это ИТ-вотзывы сотрудников, на правду сотрудников и на все вариации этих сайтов. Поэтому, да, конечно. Ну, вот мы, я бы подтвердил это, собственно, как сотрудник ИТ-компании, потому что идея, так сказать, в ИТ-шниках конкуренция за разработчиков, она очень высокая. И, соответственно, мы должны очень четко понимать, нравимся мы своим сотрудникам, нравимся мы кандидатам, что у нас хорошо, что у нас надо доработать и так далее. И для нас там HR-бренд – это и точка роста, где мы далеко еще ничего сделали, и, как бы, очень важное конкурентое преимущество. Иван, Ваня, как вы? Я запутался, кто из нас, Иван, кто Ваня. Иван, это Иван, ну, Чирков. Вот мы так, Вань, а мы с тобой просто, поскольку много лет знакомы, я позволяю себе так себе назвать, поэтому так пытаюсь разделять. Иван? Окей, да. У нас, на самом деле, сейчас тоже идет базовый мониторинг HR-бренда, но если говорить про интересный кейс, то на моем предыдущем как раз месте работы мы разрабатывали MVP, именно с точки зрения бренд-работодателя, и мы здесь анализировали большой спектр всех предложений, которые есть на рынке. Мы смотрели тоже тональность упоминаний, связанных с отзывами, мы смотрели тональность упоминаний, связанных с публикацией несотрудников. И для нас было очень здорово, потому что мы на тот момент смотрели на то, что могут предложить зарубежные работодатели. Мы смотрели на как раз европейские и американские бренды, потому что рынок у нас был международный. И нам важно было построить нашу бренд-стратегию именно с точки зрения бренда-работодателя, ориентируясь не столько на российский рынок, сколько на рынок как раз зарубежный. А там достаточно высокая конкуренция и по-другому коммуницируют бренды. Очень сильно это отличается от того, как коммуницируют у нас. И для этого как раз мы использовали мониторинг соцмедиа и других платформ для того, чтобы понять, как люди там мыслят, на что бренды делают акценты, и как нам эти best practices оттуда вытащить, применить у себя. И может быть вообще, стоит ли вообще это закладывать в стратегию разработки MVP. То есть мы бы для этого использовали. Мониторинг. Круто, здорово. Вай? Ну, у нас, мы сейчас идем вот в эту же сторону. Пока что мы смотрим именно себя. Ну, потому что это масс-ф. Но из-за того, что у мистических компаний и у маркетплейсов довольно много упоминаний бренда, здесь мы с помощью email, нейросетей, у нас есть проект, который поможет как раз размечать, в том числе и HR. HR – это один из атрибутов, которые мы смотрим. То есть мы смотрим самые основные атрибуты, те атрибуты, которые пересекаются, там, допустим, в маркетплейсов, в логистики и там так далее, и так далее. Вот, и HR, безусловно, просто если это не смотреть, не смотреть, какие предложения есть по HR-бренду, там, допустим, у других компаний, то здесь можно как бы тоже вовремя на что-то не отреагировать и упустить ценных сотрудников. Вот поэтому мы в любом случае вот сюда идем и будем отслеживать прям все. То есть уже в ближайшее время. – Это у нас хорошая новость. – Ну, да, увеличиваем тариф. – Ну, мы понимаем, что мы приносим пользу. Вопрос как бы не меркантильный, а все-таки человеческие миссии компании. – Я пошутил, если что. – Не-не, это тоже так. Если мы не будем зарабатывать, мы не сможем развивать. Поэтому нет, все нормально. – Такой вопрос, если можно. Вот здесь я собрались, мне очень приятно все это слушать. То есть вы как бы классный эксперт, то есть вы все понимаете про ценность конкурентного анализа. Очень здорово. Как вам кажется, весь рынок так хорошо понимаете? Или только вы такие умные? То есть вот если говорить про агентство, да, вот клиенты, топ-фейс, вот клиенты, которые к вам приходят, они прямо сразу говорят, нам нужен конкурентный анализ. Или вы два часа как бы им про это рассказываете, и потом через три месяца они тоже добавляют этот спектр услуг, которые вас просят, так сказать, помочь. Вот, то есть насколько рынок понимает, что конкурентный анализ с помощью анализа социальных медиа – это как бы очень важная штука, очень актуальна, очень полезна и так далее. Вот агентство это видит одним образом, а, собственно говоря, там вот из декометологии может видеть как внутри, то есть на каком уровне руководства все ли это понимают, или это ваша инициатива проактивная, или вам сверху приходят и говорят, что это надо делать, или Иванки там убирал по пороге, рассказывая и так далее. То есть насколько вот ваше погружение в тему соответствует рыночной ситуации. Можно я тут коротко сразу скажу? У нас суперфрендли отрасль на самом деле с точки зрения конкурентов. Мы все делимся друг с другом достаточно большим объемом данных. Мы все друг с другом сравниваем себя по каким-то ключевым параметрам. И мне кажется, что в целом, наверное, говоря за маркетинг как направление, я не представляю себе компанию, которая не смотрит на конкурентов, не собирает какие-то данные и не пытается так или иначе эту информацию использовать с точки зрения, да, там, роста бизнес-вэлью. Поэтому, мне кажется, в оттеке точно все очень классные, все по-разному с этим работают, но так или иначе конкурентный анализ это там must-have. И в принципе в отрасли, мне кажется, в бизнесе все это делают. Не представляю, как иначе. То есть мы можем записать твою цитату и всем компаниям, которые с нами еще не работают, практически, ну, как бы, вот, тут люди же уважаемые говорят, ну, как так, а вы еще это не используете. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги. Я прошу. Давайте Татьяну. Мне все же кажется, что сейчас практически все компании, которые приходят с какими-то запросами на мониторинг-аналитику себя, просят мониторинг-аналитику конкурентов. Это просто must-have. Ну, крайне редко бывает, что такого запроса нет. Плюс к всему, мне кажется, в последнее время сложилась такая тенденция, наверное, очень позитивная, когда довольно небольшие компании, которые, мы, может быть, даже эти бренды, они не примелькались, мы их не знаем, они пытаются сравнивать себя с гигантами. И это очень неплохо с точки зрения их позиционирования, их роста, их развития. Очень вот много за последние, наверное, полгода, я не знаю, Анна подтвердит мою гипотезу, которую я наблюдаю или нет, компании, которые, они небольшие, они новички, но они очень амбициозные, и они хотят видеть себя в будущем наравне с топами. И поэтому просят анализ топов, что позитивно, классно и здорово. Круто. Здорово. Анна. Я полностью согласна с Татьяной. Единственное, что могу добавить, что даже очень часто, когда клиенты не приходят за конкурентным анализом, они приходят за стратегией, за маркетинговой, коммуникационной. И, естественно, первое, что мы им говорим, что, чтобы построить стратегию, нужно сделать конкурентный анализ. То есть, рано или поздно все до этого доходят. Это неизбежная участь. Поэтому, да, в принципе, все согласны со всеми. Понятно. Тогда этот вопрос остался к нам, если вы нам подскажете. Что мы не дорабатываем, что у нас же в России там не одна десятка тысяч компаний, и не все это еще делают. Как вы видите, вот что мы должны делать, чтобы пропагандировать эту историю и расширять знания на рынке и вот этот опыт. Как вы думаете, что мы не доделываем? Или мы все делаем правильно? Ой, можно ясно? У меня болит. У нас таймер горит 30 секунд. Он означает что? Можно такое? Это нам сейчас Ирина скажет. Я думаю, что... Нас не выпросит? Нас не выгодит. Думаю, что нет. Ирина? Выпросит. Это легкий намек, что подходит к завершению запланированное время, и оно позволяет вам немного ускориться. Тем более, что Ивану необходимо бежать на следующую встречу. Тогда у нас вот это будет последний вопрос, и мы будем рады сейчас прощаться, но очень надеяться на следующую встречу. Анна? Да, я бы хотела добавить, что очень часто у нас возникает проблема в норме показателей, потому что в зависимости от сегмента рынка индекс лояльности, норма индекса может отличаться в разы. Не в разы, но значительно. И хотелось бы получать больше именно таких сегментарных исследований, чтобы можно было опираться на них, потому что это большой объем данных, которые одной компании, если это не лидер рынка, невозможно себе позволить проанализировать. Мы, конечно, у нас есть, частично мы этим занимаемся, но хотелось бы получать такие вот данные, особенно по брендам, которые флагманские, которые очень часто приходят с запросами. Это бы очень сильно помогло, потому что хотя бы компании могли ориентировать себя с чем-то. Это очень мне понятное предложение. Может, мы вообще придем ко всем агентам и скажем, давайте мы вместе что-то в этом смысле сделаем. А давайте. Я только... Но не только мы. Я плясую тоже. Отлично, да. Спасибо большое. Правильный вопрос и очень правильный ответ. Спасибо огромное. Вань, ты что-то... Или Ирина, все, заканчиваем, да? Нет, нет, нет. Если Ивану есть что ответить, то, конечно, мы послушаем. Да, нет, в целом, Василий, я тебе уже говорил, по-моему, что нужно доработать, там, и так далее. Не знаю. Нам нужны атрибуты в логистике. Вот единственное. А исследования, кстати, вот поддержу Аню. Это всегда очень отрезвляюще, очень интересно по различным сегментам и так далее. Атрибуты, это ты сейчас про аспектную тональность? Да, я про аспектную тональность просто у меня в голове, да, уже все поменялось. Да, аспектной тональности не хватает, но я знаю, что уже работаете. Вот, поэтому... Вот, видишь, увлекательно. Спасибо тебе большое. Иван, есть ли что... Хочет ли что-то добавить? Да нет, я здесь скорее солидарен с коллегами, тем более, что я первый начинал, так что... Понятно. Так, вот Ирина прекрасно выглядит, но нам намекает, что действительно в этот раз хорошего понемножку. Коллеги, спасибо огромное. Татьяна, Анна, Ван, Ваня, спасибо огромное. Было приятно с вами поговорить, я надеюсь, те, кто слушал эфир, тоже получили и пользу, и удовольствие. Да, мне хочется обратиться к аудитории, если вам не хватило информации, не хватило общения, и хочется какого-то продолжения, то отправьте в чат какую-то реакцию, и возможно, мы пригласим наших замечательных участников онлайн-дискуссии на какую-то повторную дискуссию, и продолжим общаться на эту тему либо на другую тему. Будем очень рады вашей обратной связи. Да, спасибо, уважаемая Анна, Татьяна, Иван, Иван, Василий, спасибо вам за модерацию. И, пользуясь случаем, я хочу показать нашей аудитории, что воспользоваться системой аналитики соцмедиа можно, запросив демодоступ и присоединившись к пользователям бренда Analytics сейчас информация есть на экране. Если заинтересовались, хотите попробовать, пожалуйста, присоединяйтесь. Также вся информация об аналитике соцмедиа в нашем телеграм-канале также будем рады вас видеть, и там мы анонсируем все наши мероприятия, новости, исключительно полезная информация. Небольшой рад. И я прощаюсь с нашей аудиторией до новых вебинаров, до новых встреч. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры